И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик, посвященный бездонату. Давно у нас не было врывов с этим замечательным аккаунтом. Многие моменты изменились, и сегодня есть определенный повод записать новый видос по данному замечательному аккаунту. Как и всегда, набирается у нас 150 лайков на видеоролики, выходит следующая часть по данному замечательному аккаунту. Предыдущий видос был посвящен открытию контейнеров, с которых мне дропнуло довольно-таки неплохое количество премиум-аккаунта. За счет этого я выполнил все супер-миссии, которые у нас были на выходных, которые были связаны с ДМК. К слову, это были довольно легкие, хорошие миссии, которые я бы вообще советовал всем выполнять на тот период времени. Я их, соответственно, выполнил и на основном аккаунте, и на этом аккаунте. И сегодня полноценно у меня имеется 7 ультра-контейнеров на АКИ. Сюда я, кстати, мог даже не заходить, потому что я их уже забрал. 7 ультра-контейнеров, которые мы откроем ближе к концу видеоролика, плюс еще 30-ка уже контейнеров накопилось, но сегодня мы их открывать не будем. Ну и, как вы видите, уже мой аккаунтик близится к полковнику, поэтому зайдем, давайте одну каточку, я думаю, что сыграем. Посмотрим, что у нас там сегодня по заданочкам. Прямки еще на пару-тройку дней у меня есть. Контроль точку, шикарно, как раз можно зайти и две заданки выполнить. Прямочки у меня еще на 5 дней целых даже имеются, не на пару-тройку дней, а на целых 5. До звонки следующие 5000 и уже будет полковник, то есть, по сути, за выходные, за выполнение челленджа, вернее, не челленджа, а супермиссий, мне удалось поднять практически полтора звания. А все, что я сделал, это набил там 20 тысяч кристаллов в ДМке, 100 киллов, 150 мин поставил. То есть, ну, по сути, там где-то часик, может быть, так что-то у меня подлагнуло, часик, может быть, полтора поиграл и все. То есть, звание летит максимально быстро, и поэтому сейчас, если будут появляться подобного рода какие-то интересные супермиссии, которые есть смысл выполнять на мультах, то я, безусловно, на бездоната буду акцентировать на этом внимание. Запикивает меня на молотов, звание довольно-таки маленький, соответственно, я могу выполнить все, а именно, две заданочки, которые у меня в контроле точек в этом бою. Ну и постараться дать какое-то неплохое количество очков, посмотрим, что у нас получится. Ну и, конечно же, надо постараться еще эту каточку выиграть, было бы неплохо все это дело реализовать. Поэтому, что касаемо ДМки, я вам скажу, что реально это одно из немногих, не считая вас по смоку на мостике, что реально в последнее время было крутое по спецрежимам. То есть, кажется, обычная ДМка, ничего сверхъестественного, ничего там сверхкрутого, сверхнового, но получилось очень круто, хороший подбор карт, полигон, иран, и мосты. Да, то есть, три карты, которые довольно круто подходят для матчмейкинга и для игры вообще в целом в ДМке, где можно максимально качественно реализовать, ну, практически любое ваше любимое вооружение. Да, то есть, там, Харек с чем-то, Викинг с чем-то, ну, вообще, в принципе, да, то есть, ну, ДМка, обычная ДМка, и с теми миссиями, которые были, да, получается все в совокупности очень-очень достойно и круто. Мне реально понравилось, я бы, если бы ДМки вот так вот на дисконт-викендах бы чаще появлялись, я был бы только этому рад. Ну, и плюс, там, супермиссии были очень легкие, и те призы, которые за них дают, я считаю, что это очень достойный фарм. Фарм, и для меня, как чела, который играет вот на бездонатном аккаунте, те супермиссии, это прям, ну, вообще шикарная тема. Шикарный фарм контейнеров, и посмотрим, что сегодня еще нам с ультракантов выпадет, если дропнет еще что-то крутое. Да, то есть, как бы, звонка еще хорошо поднялась, и кристаллов я форманул, кто не знает. Я сейчас еще уже потихонечку прокачиваю вооружение, да, дико грома. Сейчас каточку докатаем, покажу уже, сколько чего у меня по прокачкам. Поэтому мне зашло, реально зашло, и я надеюсь, что если такие демочки будут в дальнейшем тоже появляться, то быстро очень звание на таком аккаунте у меня полетит вверх. Ну, и если у меня есть время, я, например, вечером стремлюкаю, то стараюсь тоже выполнять на этом аккаунте заданки, чтобы кристаллы фармились, какие-то дополнительные заданок. В сумме можно очень некисло фармить, плюс еще есть и челлендж, там проходится, да, даже без доната, там около 10. 15 контейнеров сверху можно формануть, я считаю, что это очень неплохая уверенная тема, да. Ну, и плюс там за счет заданок, ну, получается неплохо, получается определенно неплохо, поэтому все те ребята, которые, например, говорят, что у вас там нет расходки, нету гаража, нету еще чего-то, просто выполняйте заданки. Выполняйте заданки, фармите довольно неплохое количество кристаллов, в конечном итоге получаете очень хороший результат. Так, ну, а пока нам надо постараться выиграть этот бой, не все продвигается в этом бою максимально качественно, замечательно, чтобы я радовался. Наши тиммейты пытаются там забрать на центре точку, я пока стараюсь держать вот эту позицию, и если бы мои бы все тиммейты акцентировали внимание просто на какой-то любой другой точке, думаю, что мы бы уже потянули бы эту катку, но я буду продолжать стоять здесь, точку захватывают, и сейчас просто на отстрельчике, если продолжать так работать, то, может быть, что-нибудь у нас и в конечном итоге получится. Расстрелы есть, я думаю, кстати, там прострела не будет, но 0 урона залетело, хорошо. Продолжаем стоять тогда тут, ничего менять я не буду, наши еще и третью точку захватили, шикарно. Расходочка обновляется довольно качественно за счет дрончика. Единственное, конечно, вот это 0 урона, не очень приятная тема. Ой-ой-ой-ой-ой. Титанчик со своим куполишкой. Надо пытаться кидать другого танка. Держать в упоре типажа по точку, не могу контролировать. И стараться просто накидывать урон, чтобы его время прошло. Изидовый еще меня бы захилил, вообще шикарно было. Да-да, хил-хил-хил-хил, Изидка, хорошо. Блин, мог бы ей тоже помочь. Мог овердрайва бы дать. Было вообще шикарно. Вот так вот, видите, Танагром не переиграл. Не сумел слить. У меня резистик есть. Ну, то есть прокачка неплохая. Я не знаю, что у него по прокачке. Но получилось неплохо выставить. О, и за счет этого мы еще и ведем сейчас. Уже отрываемся даже от противников. Шикарно. Супер, супер. Победочка здесь нужна. Надеюсь, что даже без увеличенных фондов мне здесь 800 крисов накинут. Если накинут. С премочкой. Ну, в принципе, должны, да. В следующем дисконт-викенду я думаю, что можно будет попробовать еще открыть контейнеры на этом аккаунте, чтобы у меня приемка дропнула. Было бы вообще максимально круто и шикарно. Так, еще есть досрочки. Заканчиваю. Две заданочки. Забираем. И забираем еще. Здесь должно быть еще бонусный контейнер. Хорошо, шикарно. Сегодня еще, может быть, дополнительный заформлю. Если получится, еще и челлендж этот мы пройдем. Да, у меня уже 700 звезд. Заданки, если выполнять буду, то, по сути, можно дойти до конца. Заформить соточку танкойнов. Для бездоната, я считаю, вообще шикарно. Она, как бы, может быть, потом в дальнейшем танкойны нафармятся. Какой-нибудь даже челлендж пройдем. Может, там что-нибудь с громом устройства какие-то нибудь дропнут. Будет вообще круто. Можно будет формануть неплохо. Ну и что касаемо МПК, то ситуация обстоит следующая. Диктатор уже, ну, как вы понимаете, качаю, конечно же, без ускорений. Качаю просто на шаг ставлю, жду, пока ускорение пройдет. Диктатор качается на восьмой. Да, и громчик качается на, вроде, если не ошибаюсь, десятый. Да. То есть, восьмой, десятый, по сути, скоро до половинки уже вкачаю. А там потихонечку, потихонечку, может, там даже на день рождения танков, если кристаллов еще где-то под полмульта накоплю, может, даже удастся прокачать еще лучше, еще больше. По резам пока не знаю, честно, не хочу ничего трогать. Пока, наверное, на это внимание свое обращать не буду. Все, приступаем к открытию ультраконтейнеров. Слово можете тоже писать, что вам дропает. С ультраконтов, надеемся на лучшее. 3500. А я вообще даже не знаю, что мне надо. Лямба какой-нибудь. Ну, золотое, если не кристалл, то фигня. Смока мне не надо. Свинец, это, понятно, прикол. 3500. Ну, лучше даже 3500, наверное. 10к вообще шикарно. Фиолет. Кальмар. И все, да. То есть, как бы, ну, понятное дело, что тут будут падать какие-то краски, какие-то устройства, потому что очень много чего нету. Да, если так чисто чекнуть, тут дофига всего может надропать. Но при этом раскладе у меня на диктатор самое нужное устройство упало. И это, конечно, не может не радовать, если что-то подобное будет падать. Например, на громчик устройства выпали бы, да, какие-нибудь там адреналин, например, там, или еще что-то. Было бы вообще найс. Ну, а так, надеяться, наверное, здесь особо на что-то сверх жесткое не нужно было. Ну, упало и упало. Кристаллов чуть-чуть тоже дропнуло, около двадцатки. Что может быть лучше кристаллов на бездонатном аккаунте. Поэтому, друзья, как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу дмочки. Понравился ли вам данный спецрежим? Кажется, обычная дмка, но с миссиями получилось очень круто. Что я даже сумел выполнить на двух аккаунтах, и я бы мог бы выполнить еще на парочке. Потому что залетало. Мне понравилось. Реально неплохо было все сделано. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, и пишите, что вам падает с ультраконтейнеров. Как всегда, максимальная активность. 150-очка набирается. Выходит следующий замечательный видеоролик с данным бездонатным аккаунтом. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok